Я вам давненько хотел рассказать о том, как я лечил свою собственную спину. Я был в свое время спортсменом-профессионалом, мастером спорта, я уже показывал значок удостоверения. Я поднимал веса, которые Юрий Петрович Власов на Олимпиаде в Риме поднял и стал чемпионом Олимпийских игр. Так вот такие веса я поднимал. И естественно, когда человек молодой, неопытный, спортсмен, и вот у него там сила возрастает, он жадно бросается на веса, он как-то не отдает себе отчета о том, что могут быть травмы. Травма для него сначала что-то такое непонятное и его не касающиеся. Но потом приходит в свое время, человек перестает подстраховываться, перестает разумно относиться к той же тренировке, к тем же весам, как правило там завышает или еще что-то пытается так показать свою там силу, браваду. На этой почве возникают травмы. Я брал на грудь 202,5 килограмма, подсел под штангу, она оказалась не по центру на груди, а несколько впереди. Меня, значит, потянуло вперед, локти уперлись в колени, начало выворачивать вот это вот запястье за малым, что-то там не вывернуло. Естественно, что-то произошло в спине, произошло в спине и в результате я не мог выступать. Хотя, хотя я вспоминаю, еще раньше в тяжелой атлетике был жим, а мне было лет примерно 16, и вот там такая техника была, срываешь, потом ты назад как бы отклоняешься и ее дожимаешь. Вот я пытался эту технику освоить, с еще не развитой спиной, поясницей, то есть человек делает упражнение, которое подразумевает под собой крепость и силу мышц спины, ну вообще всех мышц. То есть ты должен быть готов к этому весу, а как правило ты не готов, я услышал такой щелк-щелк, такая бам, как щелкнуло у меня. Правда, боли не было, но это так вот отложило свое внимание у меня. Что я делал? Мне хотелось дальше тренироваться, дальше выступать, и я, а я просто-напросто ходить ходил нормально, все было нормально, но веса, а там надо же веса брать под 200 килограмм, если ты что-то хочешь там на соревнованиях показать и более. А я не мог поднять и 100 килограмм, то есть я беру, напрягаюсь и больше спине нет. И вот я использовал два упражнения, это вот наклоны через козла. И тяга с прямых ног широким хватом. Субтитры сделал DimaTorzok И вот это вот я примерно так практиковался, ну, наверное, год с лишним. Восстанавливался я и восстановился. И знаете, вот у меня результат, вообще показатели мощи спины, это где-то будет рывок, потому что там веса поднимаются с большой скоростью, то есть их надо разогнать, рвануть. Так вот, когда у меня спина не болела, я рвал 140 килограммов. Потом вот это вот произошло у меня травма, я ее, значит, залечил. И я, в конце концов, вырвал так же легко 160 килограмм. Ну, и на этом я просто завершил свою карьеру. То есть вот эти вот два упражнения мне помогли восстановить спину, сделать там мышцы, знаете, такие, как докторская колбаса были по обе стороны позвоночного столба. С возрастом спина где-то начала побаливать примерно после 40 лет. То так, то сяк. И какие-то пошли, знаете, травмы, то она заболела, вернее так, она болела раз, допустим, в полгода. Потом стала болеть раз в месяца, в четыре. Потом раз в три месяца. А потом произошел такой период времени, что ее ставят, вот там же я прошел все эти там этапы постановки, управления и прочее, прочее, там, что только я там не делал. А она на следующий день выскакивала. Вот, и мне, я помню, в Самару как раз поехал в таком вот состоянии, когда меня, значит, прихватило, что я там еле-еле. Вот, и я решил поголодать. Я поголодал, и как-то спина отошла, потому что после этого я поехал там в Индию. И потом програбывал Малахов Плюс. Там она вообще у меня не болела. Кроме одного там упражнения, когда я сорвал поясницу, что-то такое было. После этого что-то там пошло, 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 пошло. И вот она довольно-таки часто, знаете, побаливала. Период жизни настал, когда она начала болеть, более-менее постоянно, более-менее какие-то там процедуры. Я даже еще разок прошелся по всему этому, костоправам делали там, и банки ставили. Банки довольно-таки хорошо помогают, потому что в, вот смотрите, это поясничная часть, как правило, она сюда вогнута. Поясничный отдел. И вот позвонки уходят сюда еще больше. И когда ставится банк, она так как присосала и позвонки вытащила, поставила на место. То есть метод, Бог говорит, очень быстрая постановка этих позвонков на место. Вот это как бы сказать, ага, помогло, вроде сделало. Прошло какое-то время, опять там все заболело. Я думаю, ну, закачаю я теперь, это уже на возрасте более 60 лет, я опять, значит, начну делать упражнения, закачивать. Я начинаю делать упражнения с маленьким весом. И что получается? Получается, что вместо того, чтобы как-то там закачивать, лечить спину, а не наоборот, ты по делу, по делу, а мне разболелась спина. То есть эти методы перестали работать. И вот мне, можно сказать, случайности не случайны, попадает книга, в которую один американский специалист по спине рассказывает, что я лечил всеми доступными методами. Я их все знаю, но пришел к выводу, что спина болит из-за того, что эмоции, эмоции страха, эмоции, ну, пережитые эмоции, короче, они опускаются в область поясницы, в область тазобедренных суставов. Действуют так, что начинают вызывать спазм. Потому что, говорит, в спине болеть нечему, там кости, связки, все, чему там болеть, ну, и мышцы. Все происходит именно из-за того, что негативные эмоции страха, пережитых каких-то таких эмоций неприятных, все это норовить, значит, вот сконцентрируется в этой области и вызвать то или иное. И вот, говорит, методика заключается в том, что я просто-напросто, ну, этот врач говорит, порекомендовал своим, значит, пациентам понять этот механизм. И вот я уяснил, уже наступило облегчение, это удивительно. То есть, ты ничего не делал, наступило облегчение. И дальше ты, ну, как бы сказать, вот, не то, что ты внушаешь себе, что там нечему болеть, что там это, ты еще не допускаешь эти отрицательные эмоции в себя, чтобы они, Бог говорит, тебя не касались. Чтобы ты любое явление воспринимал с позиции, чему она хочет тебя научить. А не то, что она хорошее или плохое тебе делает. Любое явление, которое происходит с нами по жизни, оно показывает, его надо проработать. А прежде всего, чтобы проработать его, значит, ты должен внутри измениться. И когда ты изменишься внутри, то ты это не допускаешь. Стал, значит, в первую очередь сказал себе вот так вот, что там болеть нечему, нечего болеть. Она, знаете, начинает так покусывать, ты там встал, кусь-кусь-кусь-кусь, а ты так, нет-нет-нет, ничего у нее не болит, ничего нет. И она так отпускает. И дальше, дальше, знаете, что еще? Вот все-таки мышцы спины, вот эти вот статические мышцы, которые держат позвоночный столб, это вообще-то позвоночники разные мышцы. Есть мышцы, которые его сгибают, наклоняют, а есть мышцы, которые его держат. И вот вся проблема заключается не столько в этих мышцах, которые наклоняют, значит, разгибают, а именно в тех, которые тонические мышцы расположены по, значит, оплетке позвоночного столба. И вот в них-то и возникают спазмы. То есть эти мышцы тонические, постоянно находятся в тонусе, плюс здесь еще находится у нас запирательная мышца заднепроходного отверстия, запирательная мышца мочевого пузыря. То есть все сжато. И вот эти вот различные, знаете, эмоциональные, как бы сказать, напряжения и иные раздражения, они, как бы сказать, вот концентрируются там, где у нас уже имеется напряжение. А это как раз область таза, поясницы, тазобедренных суставов. В основном поясницы. Редко там она по шее. Ну и по шее там бывают. Но в основном вот здесь. И поэтому проблемы принимают хронический характер во всем мире. Значит, в Америке это эпидемия. Во всех высокоразвитых странах боли в пояснице это эпидемия. Они решили исследовать, а что же происходит со спинами? Мы обратимся к диким племенам. Поехали посмотреть, как обстоит дело с болями в пояснице у диких племен. И представляете, а у них спины не валят. Позвоночный столб это тот механизм в нашем организме, который был в течение многих десятков, тысяч лет, если не миллионов, приспособлен для того, чтобы ходить прямо. То есть его все эти ресортные возможности, все это обточилось, все это многократно было опробовано, укреплено, отобралось в результате эволюции. И работало. Но сейчас настал, значит, вот такой вот момент в жизни. Жизнь стала скоротечная такая эмоциональная. И мы именно за счет, ну, в первую очередь, малой подвижности, но огромной эмоциональной активности, мы порождаем вот эти проблемы, которые связаны со спазмами. То есть мы понервничали. Что такое нервничали? Мы невольно напрягли скелетные мышцы. Вроде бы мы их, думаю, расслабили. Нет, остаточное напряжение остается. И особенно остается оно не вот в этих вот динамических мышцах, а именно в статических мышцах. А статические мышцы это прежде всего наш позвоночный столб. От макушки до копчика. И вот вам все эти проблемы. И смотрите, что хорошо. Вот обычно еще разминают массажом все эти мышцы, чтобы как-то снять спазм. Ну, за массаж надо деньги платить. Дело-то вообще-то хорошее. Не каждый может себе это в полной мере позволить. А вот ходьба, оказалось, именно то, что надо. Тренирует, укрепляет статические мышцы позвоночника и расслабляет их. Это, в первую очередь, простое и естественное упражнение. Вот вы ходите, я хожу, допустим, в течение часа. Независимо от того, там быстро иду, там медленно, это мне не касается. Уже за счет вот этой ходьбы идет тряска позвоночного столба. Уже за счет этой тряски в межпозвоночные диски, это такие, ну, как бы сказать, не сухожильные, а студенистые образования, не имеющие никаких сосудов, но за счет того, что он, межпозвоночный диск, вот так вот пружинит, насасывается вода и идет питание, питание. Если мы сели, вот сели, все, он вот так вот сплюснулся и ничего туда не насасывается, а образ жизни как раз у нас стал сидячий. То есть просто-напросто сидение, 4 часа, 6 часов, 8 часов. Приводит к тому, что позвоночник перестает работать. Нет вот этой. Уже начинается, так как нет питания межпозвоночных дисков, начинается с одной стороны их деградация. С другой стороны, смотрите, чтобы вот эти все тонические мышцы поработали. Опять-таки нужна работа. Вот ты идешь, они там сжались, растянулись, что-то удерживаться. И вот за час как раз происходит, а лучше всего часа будет 2-3, происходит вот это напитывание. Напитывание связок, мышц статических, то, что надо. Но этой работы нет. Поэтому я хожу. Это как раз вот та физическая, повторяюсь, нагрузка, которая нужна нашему позвоночному столбу, чтобы он был в порядке. Плюс. Это отсутствие отрицательных эмоций. То есть вы их не допускаете. Одно дело, знаете, вот эту эмоцию можно, как бы сказать, положить в себя и не решать ее. То есть вы что-то испугались, и вот этот вот испуг у вас там накапливается, проблемы накапливаются, вы их не решаете. Но тем не менее они у вас накопились. И они начинают вызывать спазм. Спазм приводит к тому, что начинают развиваться боли в спине, зачемляется нервы, идут деградационные эти процессы, разрушается там все это. Тазобедренные суставы разрушаются там, пояснится. То есть решать проблему. Проблема, ага, вы ее так, хоп, решили. То есть вы ее не отклали, где она накапливается, и потом только, хоп, накопившись огромным мрузом, она только раз и провалила вам там. Поэтому, поняв вот это, то, что эмоции играют огромную роль в болях в спине, я начал над ними работать. Просто-напросто решать, не допускать. Второе, я начал регулярно ходить пешком, чтобы давать нагрузку на позвоночный столб. Именно на позвоночный столб, ни на что другое. Ну и уже для сустава я просто-напросто там два-три раза в неделю я еще занимаюсь там с тяжестью. И как видите, пошло нормально. А вот до этой книги, когда это где-то был примерно 14-15 год, ну примерно 15 уже год, что проблемы со спиной были такие, и я их еще усугубил. Думаю, буду я заниматься гравитационной гимнастикой, там еще чем-то, еще чем-то таким. А у меня спина еще больше разболелась, так и я еще добавил огромными весами где-то. Там расплющил в области крестца и поясницы, вот-вот что-то размождин, потому что в гравитационной гимнастике там поднимаются веса 500-600 килограммов ногами. То есть вы лежите, ну я фотографию приведу, и давите ногами. То есть огромная нагрузка. Там немножечко такое всего лишь навсего движение. Как бы вот эта нагрузка влияет на костный мозг, чтобы он активировался. Ну вообще активируется там, я насколько понял, энергетик активируется сильно. Приехал сюда, я просто не нашел таких больших весов, и думал, у меня там где-то есть веса 120-130-160 килограмм, и я одной ногой подавлю. А одной ногой давить нельзя. Должно быть таз работать синхронно. И когда я одной ногой давил, я там сместил, когда другой ногой давил, я тоже там сместил и расплющил, что я помню встал, а там какой-то жар пошел такой, я думаю, это нормально. Ага, нормально. После этого жара там такой клин возник, что я вот на этом вот диване не мог найти положение для сна. Я спал ноги вверх. То есть я ложился, голова здесь, туловище здесь, ноги вверху. Почему? Чтобы как-то вот это вот немножечко там растянуло спину, вот это положение я нашел. И это длилось неделю. И настолько это, как бы сказать, все это серьезно, я уже, ну, по стеночке ходит, а то вообще не ходит, что я уже пошел, думаю, сделаю-ка я МРТ, посмотрим, что это такое. Значит, сделали МРТ от, ну, всего позвоночного столба. Я вам все это привожу. Спрашиваю врача, а как же теперь, что делать, как лечить все это дело, думаю. Он говорит, ну что, будем наблюдать, поколем витаминчики, и все, понимаете. И вот после этого я, вот благодаря вот этой вот книжечке, я из нее, вот, как он и сказал, взял только в то, что в первую очередь это эмоции, во вторую очередь это эмоции, и в третью очередь это эмоции. И я сначала осознал, от того, от одного осознания, сразу же мне полегчало, и дальше, по стиху, пошло, 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 пошло. Сейчас я раньше ходил с поясом на прогулку. Беру пояс штангиста, одеваю так, на всякий случай, там это самое. Теперь я стал забывать о том, что у меня болит спина, или что там она болела, что она о себе как-то там напоминает. И я уже как-то его перестал использовать. То есть я стал ходить нормально. Именно этим я хочу с вами поделиться. А ситуация у меня в пятнадцатом году, в пятнадцатом, шестнадцатом году, была очень и очень серьезная. А теперь нет. Понравился канал? Звони в колокола! Ставь лайки!